Здравствуйте, дорогие соотечественники! Начну сразу, как говорят, «быка за рога». Вот термин есть такой – «захваченное государство». Ну и сейчас, кому не лень, полоскают этот термин. Одни говорят, что этот термин чуть ли не выработан в недрах банковской системы. Другие говорят, что это какие-то продвинутые философы. Другие говорят, что это к постмодерну относится. Короче, где родился этот термин, в английском звучит так – «captured state», то есть именно «захваченное государство». Так вот, хочу разочаровать наших умников и философов, и политологов, и аналитиков, и самопровозглашенных, и на самом деле, чтобы они знали. Это понятие родилось в древнем Китае, где-то приблизительно 2,5 тысяч лет тому назад. Был такой великий китайский мудрец, философ и насмешник, и его звали Джоанзи. И вот у этого Джоанзи есть небольшая глава в его знаменитом трактате, которая называется, очень интересно, о похищении ларцов. Ну, ларцов, сундуков и так далее. С чего начинается? Он говорит, что, чтобы спрятать добро, защитить добро от мелких жуликов и воришек, люди придумают сундуки, придумают лари, придумают засовы и запоры, замки. И все это сделано для того, чтобы уберечь имущество от мелких жуликов. Но, говорит Джоанзи, посмотрите, как количество переходит в качество. Когда приходят большие жулики, то они наоборот, они смотрят, когда они взваливают все эти ларцы, все эти мешки себе на спину, они как раз о чем больше всего беспокоятся. Не дай бог, чтобы эти замки не поломались, чтобы эти мешки не развязались. Потому что, а как утащишь тогда все это добро? И вот он дальше, великий насмешник и мудрец Китая. А великие мудрецы были очень часто великими насмешниками над глупостью человеческой. Он переходит в следующей аналогии. Он говорит, зачем придуманы гири, безмены, веса, стандарты и так далее. Ну, говорит, понятно, чтобы на рынке не облапошили, не обвешали, чтобы все было правильно и нормально. Зачем придумывают законы, суды, суди и так далее. Ну, понятно, зачем. Чтобы все было по справедливости. Чтобы мелкие эти самые жулики не хитрили, не обманывали людей. И чтобы в государстве все было благополучно. Зачем придумывают мораль и нравственность? То же самое. Это не писанные законы. Законы от предков. Но, говорит великий насмешник Джон Зи, когда приходят большие жулики, большие узурпаторы, они стремятся украсть это государство? Вместе с его законами, вместе с его судами и судьями, вместе с его системами меры безменной, вместе с законами моральными и нравственностями. И это, говорит великий мудрец Джон Зи, происходит очень и очень часто. Однако, говорит, люди так устроены, что они не понимают, что между вот этой системой малых жуликов и системой больших жуликов нету принципиально никакой разницы. И вот, для того, чтобы понять, как вместе с прекрасными законами, принципами свободы и равенства, демократии и права человека, и торжества закона, и юстиции, и джастис, как это вдруг оказалось, что наше государство, значит, ни худо, ни бедно, а говоря по-простому, оказалось на грани государственного переворота, пуча, где главным инструментом оказался наш великий и всемогущий конституционный суд. И вот, чтобы понять, как это по запросу какой-то партии, которая ничего там не устроила, мгновенно вся эта контора сработала, как было надо. И что потом получилось? Мы пригласили большого специалиста в этих вопросах, человека, который пострадал за то, что он стоял на страже конституционности, и репутации этого суда, это Дмитрий Пулбери. Приветствую вас. Дмитрий, может, я сгустил как-то краски, и вот привел ни с того, ни с сего китайцев. Ну, у них же древняя культура, цивилизация, они это проходили все раньше других. Есть в этом доля какой-то? Есть логика, по крайней мере. Но вы вспомнили китайского мудреца, я вспомню известные слова, еще очень давно сказано. Помните, как говорят, то, о чем мы так долго говорили, свершилось? Помните, да? Это знаменитая вещь. Ты говоришь, в исполнении Щукина, да? Да, да, да. В исполнении Владимира Леонидовича говорит, товарищи, а в те, как сказаться здесь, скрываются, о необходимости, которые столь-долго говорили, большевики, свершилось, я товарищи. Это да. Эти слова я хочу, с этими словами я хочу начать. То, что мы говорили с вами и на вашей передаче, и на других, другие мои коллеги, юристы, консионалисты. Сережа Мнешин, да, говорили мы о том, о том, что, как неправильно повел себя консионный суд. Изначально. Изначально. И подтверждением тому, вот есть и решение Венецианской комиссии, которое, в принципе, мотому. Я не думаю, что они списывали у нас свои решения, но то, что мы думали в одном и том же русле. Кстати, вот через одну передачу назад, вот все, что вы сказали, именно это и было сформулировано Венецианской комиссией. По сути. Поэтому я и хочу сказать, что, вот напомним нашим с вами, зрителям, что недавно мы на вашей передаче говорили в этом, как консионный суд допустил нарушение Конституции и сам, будучи как бы надзирателем или око, помните, как Петр Первый говорил, что прокурор это око государева, а консионный суд око консионности. Он должен следить строго, как око основного закона страны. должен следить за тем, как субъекты, консионные субъекты не нарушали Конституцию. Я имею в виду, как мы говорили в прошлом раз, эти три ветви власти, законодательницы и исполнительная и судебная власть. Так, но началось это с того, что генеральный секретарь Совета Европы обратился, видите, до чего мы дожили. Что Яглунд вынужден был обратиться в Венецианскую комиссию? обратиться как бы в пользу нашей стороны, в пользу нашего государства. В защиту ее. В защиту интереса консионных конституций государства Республики Молдова он обратился в Венецианскую комиссию. Почему Венецианская? Потому что офис ее находится в Венеции, но это структура Совета Европы, она называется очень длинная, название имеет эта комиссия, но мы все привыкли, чтобы всем понятно, была эта Венецианская комиссия. И Венецианская комиссия высказалась однозначно, что консионный суд не то, что вот решениями 7-9, где-то, в чем-то, как-то, а на протяжении последних лет она, это консионный суд нарушал Конституцию. Вот то, что вы и сформулировали на той предыдущей нашей передаче. Да, потому что, помните, несколько в практике нашего государства не было до этого, это новшество, этого консионного суда или состава этого суда, когда отстраняет на 5, на 10 минут, неважно, больше, меньше президента от должности. Причем совершенно здорового, вменяемого и так далее. Для того, чтобы кто-то, вице-спикер там или спикер парламента подписал удобный для них закон. А вот вся эта практика признана неконсионной. И самое интересное, всегда с подачей партии, которая ратует за демократию. Ну, и я, давайте, мы еще вернемся к этому слову. Интересно. Потому что эти же лидеры этой же партии, которые сейчас оказались в оппозиции, они ратуют за соблюдение Конституции главной. А, когда уже их за жабры взяли, они все за законность. Да, все за законность и за справедливость. Запещали, ребята. Так вот, как и мы, я имею, когда говорю мы, я имею в виду когорта юристов-консионалистов, которые кое-что... все дружно выступили. Да, которые кое-что понимают в консионном праве. Я Николая Смакевску хотел бы упомянуть, я хотел бы упомянуть Сергея Мишина, я и Пушкаша, который вообще у нас патриарх конституционализма. есть и... Это же серьезные фигуры. Профессор Негру, профессор Арсений. Да, Арсений, да. Павел Медроган, тоже хороший специалист, понимающий толк в консионном праве. Так вот, мы с этим люди собрались 14 июня на конференции. Это было организовано в течение суток. Потому что ситуация... Ситуация, да, диктовала. Диктовала. Мы хотели, как бы, до того, как Венецианская комиссия проведет свое заседание, еще раз высказаться. Если так, до этого момента мы бы высказывались по отдельности, один на одну передачу. В публичном пространстве. А тогда мы собрались все вместе. И вот в течение этого дня, 14 дня, мы потом приняли резолюцию. Очень хороший, толковый, составлен документ. Звешенную. Да, взвешенную такую позицию. И все в один голос говорили, что это явное нарушение Конституции, что Конституционный суд пытается, попытался вместе с политической партией захватить государство. То, то, что говорил китайский мудрец. Потому что... А он называл это простым словом, когда приходят великие жулики, великие узурпаторы. Знаете, где-то, по-моему, у Цицерона я читал. У Цицерона я читал. Когда империя чувствует крах, тогда те, которые находятся во главе этой истории, принимаются безумные законы. Так вот, примерно то же самое происходило и у нас седьмого и девятого. А тут безумная трактовка законов. Седьмого и девятого. Потому что было видно, ясно было, что создается парламентское большинство, что достигнуты договоренности между двумя, тремя партиями, которые... законы избранные. Все законы избранные. Сам конституционный суд и все признали, что все... выдал им мандат, признал конституционный мандат этих депутатов. И вдруг... И вдруг, видимо, видите, они неправильно избрали правительство, они неправильно создали коалицию и вообще их надо уволить всех и так далее и так далее и объявить досрочные выборы. Опа. Как это назвать? Так, это называется попытка к азурпации власти в стране. Или по-народному попытка антиконституционного переворота средствами конституционной законности. средствами конституционных решений конституционного суда. Так, корректно. Так, да. И помните, на прошлой передаче мы говорили о том, что гражданском кодексе есть специальный раздел о сроках. Как считаются сроки? Мы тогда говорили. Я почему ссылаюсь на то, что мы говорили в прошлый раз в какой-то мере, что иногда придется повторяться? Я сейчас скажу, почему вот я и в начале передачи, и в течение все время ссылаюсь на ту нашу с вами беседу, где вы объясняли нашим соотечественникам, что происходит. Это было до того, как. До. До всяких решений комиссий. До того, как собрались. Вот все эти... Все вен. Все вен. Все вен. Это было очень важно, потому что одно днело задним числом все герои. Дмитрий Молдаванов, Лучей Дела Урмы. А вот попробуй в тот напряженнейший момент, который был один из напряженнейших в истории нашего современного государства, это, я думаю, это с вашей точки зрения был акт гражданского мужества. И об этом говорю не только я, а наши телезрители. Они все сказали. Я вспомнил срок, потому что Венецианская комиссия в своем решении уже 21-го, когда они заседали, сказали, что Конституционный суд неправильно интерпретировали понятие сроков из гражданского права. Они не давали моральных оценок, они чисто профессионально. В конце дали моральные оценки. Все-таки дали. Да, что эти судьи должны уйти в отставку, потому что они дискредитировали себя. Это уже моральная оценка. Это моральная оценка. Ты смотри, то есть дошло до того, что сдержанные юристы Венецианской комиссии вышли из себя и назвали вещи своими именами. Так, в своем решении Венецианская комиссия говорит, Конституционный неправильно интерпретировал сроки, указанные в гражданском кодексе. Раз. Да, Венецианская комиссия сказала, что все те решения, которые Конституционный суд принимал, отстраняя от должности действующего президента ранее и потом и девятое и вот этим решением, тоже антиконституционный. Это два. Да. То, что Конституционный суд, интерпретируя Конституции или давая толкование конституционных норм, выходили за пределы Конституции и создавали нормы, новые нормы Конституционной, это тоже грубое нарушение. И то, что Конституционный суд превысил свои полномочия, когда признали, что парламент должен уйти в отставку и что неправильно избрали правительство, тоже превышение полномочий. Потому что венетянская комиссия в конце говорила, не было той острой необходимости, когда Конституционный суд должен был или обязан был вмешиваться в ситуацию. Если что-то пошло не так. Да. Вмешиваться в ситуацию, потому что наоборот ситуация пошла по нормальному руслу. А они мне очень нравится фокус. Имеешь свой карманный Конституционный суд. Я по-народному, по-простому говорю. И фасчисезария. Когда тебе все хорошо, значит все нормально. Как тебе что-то не так, ты тут же бежишь в свой карманный Конституционный суд и говоришь ай-яй-яй. А теперь, когда пацаны натворили столько делов, кто разбежался, кто сейчас маневрирует, они уже вопять спасите нас от неконституционной прессии. Пацаны, я не знаю, где ваше место сейчас должно быть. Большой вопрос. Мы давайте об этом поговорим в конце. Мы об этом пока не будем говорить. Не будем говорить. Но я хочу сказать, что понятие совести нигде не прописано, ни в каких законах. Но это судья бессовести или исполнитель, служащий бессовести, это рушится государство и все законы. Это очень опасные люди. Так вот, помните, мы тогда говорили о том, что Конституционный суд, принимая свои решения, должен руководиться Кодекса Конституционной юрисдикции. Ну, зачем принять этот кодекс, если внесет блюсти? В чем суть этого кодекса? Ну, во всех государствах это общая норма. Это порядок. Или, если хотите, как работает Конституционный суд с утра до вечера. Это внутренний порядок для Конституционного суда. И плюс в этом кодексе прописано порядок проведения судебных заседаний Конституционного суда. То есть, вся технология расписана. Процедура, как все должно поступить. Поэтому мы и придем к тому, что говорил Венецианская комиссия. Помните, мы тогда говорили, что есть стороны в процессе. Это обычный гражданский процесс, но в Конституции есть стороны. Есть, который обращается, есть правительство, если оспаривается решение правительства, сторона в процессе. Есть парламент, если оспаривается закон какой-то принят парламентом. Есть президент, если оспаривается декрет президента по тем или иным отраслям жизнедеятельности государства. Неважно. Это, как вы говорили, принцип разделения властей обязательно нуждается в арбитре конституционном. Конечно. И это обсуждается этот вопрос, нарушена ли Конституция или нет, или превысил свои полномочия та или иная ветви власти, то есть решается публично в судебном заседании. То есть Конституционный суд, принимая к рассмотрению обращения, неважно, одного депутата, группа депутатов, есть и другие субъекты обращения в Конституционный суд, но мы будем сейчас говорить о депутатах. Значит, он извещает противную сторону, в данном случае президент, парламент или правительство. Против кого как бы направлен иск? Можно назвать, правильно вы сказали, это иск, обращение иск, ну, по-другому мы называем. Иск это гражданское судопроизводство, здесь Конституционное судопроизводство, если хотите, назовем ее иском. То есть этот человек, президент или правительство, или парламент, должен подготовиться, изучить то, что... То есть вы обещают, вы сейчас становитесь ответственной стороной, и направляете ему копию представления, копию ССССР, или обращение, он готовится, руководитель этого органа назначает конкретного человека, который ответственен за этот вопрос, готовится, идет в суд на конкретное число, время и число, извещается и приглашает этого человека, представителя этого органа. И там начинается... Вот эти слова, что демократия это прежде всего власть процедуры, это не пустой звук. Это не пустой звук. Иначе как? Иначе как? Так вот, кодексы, консионные юрисдикции прописана эта процедура. А что у нас было седьмого по девятого? Мы говорили в прошлый раз. Решение парламента еще не опубликовано. Решение об образовании коалиции и избрании правительства. И какой-то депутат, я не хочу назвать фамилию этих лиц, бегом к консионным судам еще ничего не случилось. Еще ничего не известно. Ну, документ как такового нет. Вот физически мы не можем держать бумагу, на которую про... Чего-то мнение. Указано решение парламента. Где оно? Да. Нету. И в течение пяти минут, пусть будет десять, пусть будет даже сутки, не важно. Конституционный суд выносит решение, что это документ противоречит Конституции. Вопрос на основании чего? Где тот документ? Где тот документ, во-первых, самое главное. А где эта процедура, которую мы до сих пор говорили? И неукоснительно ее... Да, все блесено. И демократия на этом держится. Если в законе Конституционной юрисдикции прописано, что Конституционный суд можно собрать в экстренном порядке. Бывают случаи, да. В экстренном порядке это имеется не за час, не за сутки. Потому что срок для рассмотрения споров Конституционного суда шесть месяцев. Шесть месяцев. Суд думает, анализирует, изучает, направляет, запрашивает. Все это... Это термин с максимумом. Это атрибуция Конституционного суда. И, естественно, дает право, время, сторонам готовиться к процессу. А экстренность, когда мы говорим, или когда адвокат, не адвокат, а обращение в Конституционный суд говорит, прошу рассмотреть в приоритетном режиме или в срочном порядке. Это не значит, что за два-три часа. Это имеется в дусть сократить шестимесячный срок, скажем, в течение двух недель. До возможных. До возможных. Приемлемых. Да, оперативных. Чтобы действительно события надо, то есть, успевать опережать события какие-то, если срочно, если что-то экстраординарное. И это нормально. Это нормальный процесс. Да. Но это же за несколько часов и не за сутки. Все это нужно соблюсти. Вот Венецианская комиссия сказала, суд и здесь допустил нарушение. Допустил нарушение кодиса консионной журналисты. То есть, процедура была грубо нарушена. Нарушена процедура. То есть, сам суд изобрел эту процедуру, принял этот закон. Стал на ее защиту и сам нарушил. И сам нарушил. Хочу, да, хочу сам. Хочу по-другому. Вы знаете, по-другому, если как оставим юридический термин сторону мне, как гражданина республики Молдова и как юриста, понимающий кое-что и в том числе и в консионном праве, было стыдно за то, что орган Совета Европы, который является венецианской комиссии, навела порядок у меня в стране. По обращению Яглунда чужого гражданина и должностного лица и другой организации, что навели порядок у нас, что умов не хватало до этого, чтобы навести этот порядок. Ну что, дикари тут какие-то? Да, да. Чтобы понять, что есть конституция, есть закон о конституционном суде, закон о конституционной юрисдикции. Пожалуйста, люди, вас же избрали для того, чтобы вы соблюсти все эти законы, а не нарушать грубо нарушения. Что касается морального, я не знаю, мне даже стыдно говорить в какой-то мере. Венецианский суд это высказал с ее точки зрения 21 числа. И там своим решением венецианская комиссия рекомендует судим подать отставку. Вплоть до этого? Вплоть до этого. это не какие-то тут места пришли к власти и судей разгоняют. Абсолютно. Это обращение прямое венецианской комиссии напрямую к членам конституционного суда республики Молдова. уходите не позорьтесь. То есть это никто тут подсвистел под громообращение? открыть скобки сказано уходите не позорьтесь дальше не дискредитируйте этот орган и не дискредитируйте конституцию республики Молдова. институты демократии. И институты демократии. Но они до сих пор еще там. Ну нашелся один подал ушел якобы. Но остальные работают. И мы говорили о совести рушения какие-то. Ну я так говорю с этого мы начали. Да, потому что на этом государство держится. Да, с этого мы начали. Так спрашиваются где оно это совесть у этих граждан. Когда дискредитировали нас как государство в республике Молдова в глазах мировой общественности. Это раз. А во-вторых какие я помню в обществе какое напряжение и взрывоопасное и кровью не дай Боже могло закончиться все это. Все могло. Иначе это совести мальчики. Вы что? Да. Поэтому поэтому да многие спекулируют тем что решение комиссия носит рекомендательный характер. Да. Это так. Носит рекомендательный характер. А попробуй не соглашайся с решением это. И ты посмотри на реакцию мирового международного. Особенно европейских советов. Куда якобы эти ребята так сильно стремились. Да, да, да. И агитировали нас за конституционность за соблюдение конституции и соблюдение законности. Кто? Кто меня агитировал за это? И больше всех что? Да. А помните Дмитрий когда я никогда не забуду вашу речь как гражданина когда вы сказали когда вы были председателем вы говорите ребята что вы делаете чисто по-человечески как граждане и тут же все завопили Пулбери политику вмешивают конституционность столько было галажей торобоя а сейчас вот все началось с того Виктор вот тогда и началось с этого момента они избрали удобного для них председателя конституционного суда и началось беззаконие нарушение грубое нарушение конституции после этого после этого ну поэтому и последнее решение 7-9 июня который ну это вопиющее нарушение знаете я как-то говорил и не повторяюсь и не прекращу повторять это выражение они додумались до того что свои решения конституционного суда которые они голосовали там считали составной частью конституции это трудно мне как юриста трудно додуматься как это может быть то скажем людям других профессий которые не разбираются в какой-то так дотошно как говорят вправе так до чего же мы докатились а так чтобы было в угоду кого-то чья-то и так далее и так далее поэтому я говорю что с одной стороны стыдно что какой-то орган а с другой гнев охватывает стыдно что пришли и навели порядок с другой с другой стороны как-то и горд тем что я и мои коллеги которые говорили что грубо нарушается конституция что вы были правы что мы были правы и гнев но с другой и с третьей стороны с каждым и гнев как так как так возможно люди добрые как мы дожили до этого как докатились до такой и вы знаете Дмитрий что я хочу сказать вот я во всех этих передачах позициях я все время всегда говорю люди добрые не надо показывать что вот там какие они всякие вы их избираете вы их поддерживаете не будь ваше безразличие не будь ваше гражданское я бы даже так сказал и трусость и многое что другое никогда бы дело не дошло до этого потому что молчание ягнят приводит к беспределу волков вот я пусть не обижаются сограждане афоризм очень удачный многие вот так и а теперь мы победили чего вы победили ребята 5-10 минут американский посол собрал демократов сказал им что надо сказать и вся эта братва разбежалась как тараканы и тот же конституционный суд отполз и все ребята это не победа народа это не победа это самое это победа тут были представители Америки Евросоюза России и вот эти трое кумовьев фактически и решили судьбу страну спасибо что хватило как говорится гражданского мужества социалистам и кумовцам потому что без этого конечно ничего бы не было это я скажу мужество президента это мужество Майи личное это мужество значит и Настасии и Гречана и и всех представителей этих двух партий которые знали чем это бы закончилось в случае неуспеха в случае если бы не было поддержки международного сообщества и включая Соединенных Штатов Америки Европы и России вот она правда какая однозначно так потому что внешний фактор сыграл очень важную роль в данной ситуации да молодцы руководители этих трех партий которые они решили создали это парламентское большинство рискнули пойдя против догм против идеологии да я с вами согласен это риск очень большой риск но они рискнули это сделали и молодцы но без внешнего фактора без внешнего фактора конечно они не они а мы молдавское государство не смогли бы получить или то что мы уже получили после этих событий известных событий а как вы говорили в ходе передачи что могло дойти до кровопролития это не было исключено тогда сейчас слава богу все это прошло задним как числом мы да говорим а я помню что и Игорь Дон и Майя Сандов все дружно как один и Настас и другие призывали люди добрые не выходите на площадь потому что они только ждут этой конфронтации и крови и так далее все верно выдержка еще вот это да все верно поэтому я думаю что но это как говорят еще не все это еще не все это только начало это начало это начало потому что за 9 лет было создано столько структур формальных и неформальных и симбиот да было было создано значит в государственной структуре проникли столько людей нечистоплотных и столько в структурах создали антиструктуры антиструктуры да для того чтобы все это держать эту махину нужно было держать на плаву но оказывается сделали все но не продумали запасной вариант видимо это это их небольшая ошибка вот так называемая нынешней оппозиции потому что мы с вами были свидетельны жили то в этой стране видели что и как где еще как как решается и так далее как продвигаются те или иные вопросы и так далее но думали что это будет то бесконечно видимо они ошиблись ошиблись и нашлись нашлось мужество этих людей я имею ввиду руководителей и поддержка международного руководителей соцпартии руководителей блока кум и при непосредственной поддержке международных актеров скажем под воздействием внешнего фактора создали правительство избрали то есть создали парламентское большинство избрали правительство и мы сейчас начинаем понемногу прийти в себя и начинаем работать в том направлении чтобы навести порядок порядок имеется ввиду соответствующий это системный порядок это не просто давай того снимем поставим нашего еще будет хорошо не ребята это антисистема потому что снимательного поставить другого это еще не а сохранив то антисистему это еще не говорит что мы можем навести порядок надо систему просто как говорят помните зачистить систему да помните как все разрушим и все до основания потом ну в нашем случае это неприемлемо конечно все разрушить до основания но разрушить антисистему антисистему это надо зачистку не то что надо это мы обязаны поддержать правительство в данном случае парламент и нашим гражданским гражданской позицией для того чтобы они довели до конца все это потому что это очень важно очень важно потому что остановиться на полпути это опять 25 это опять повторение пройденного вы знаете я очень много нюансов знаю которые не для этой передачи и но для того чтобы эту антисистему убрать видимо нужно очень много работать и чтобы наша гражданская позиция была тверже мы убедились убедились что можно можно преодолеть все эти массы а с другой мы убедились насколько как говорят фражилы насколько хрупкие эти механизмы защиты общества насколько общество часто бывает беззащитным ему только последнее остается выйти на улицу сделать майдан скинув один холигархов как в стране блескать придут другие на их место и все пойдет опять по накатанной вот чего допускать нельзя а вот убрать систему да потому что у нас есть толковые люди молодежь которые знают как это делать имеют опыт работы за рубежом имеют опыт или окончили международные современные мысли люди энергичные институт и учебные заведения знают международную практику и тенденции европейские в основном и так далее поэтому есть люди которые желают и хотят работать но до сих пор им просто не давали не давали ну для видимости создавали эти конкурсы для замещения адвокатных а потом там вдруг оказывались куметри но все верно все как у нас как в Молдове потому что я знаю конкретные примеры их очень много и очень много я не буду назвать фамилию но это дело не в фамилиях молодой молодой человек участвовал в конкурсе по замещению какой-то должности в МИДе и там вроде оценки комиссия все самые хорошие оценки и когда к руководителю тогдашнюю руководителю на стол попала фамилия молодого человека он красным карандашом вычеркнул и говорит такие нам не нужны вот вам и конкурс мне нравится слово нам дело в том что императоры обычно говорят мы Николай Второй мы там такой вот нам как бы мы мы не нужны нам такие не нужны ну вот нужно такие власть процедуры на чем вся демократия держится да вот таким образом так что я думаю что наши телезрители как вы говорите очень красивое выражение соотечественники знаете это так трогает когда независимо какой ты нации какого ты пола какого возраста тут нейтральное выражение при том такое торжественное да и такое наш душевное и я думаю что они поняли как в прошлый раз что мы говорили сейчас вы знаете я счелся им долгом прийти еще раз на вашу передачу объяснить нюансы с Венецианской комиссии чтобы не чтобы не думал кто-то что вот кто-то пришел со стороны и навел порядок да это так но ведь эту точку зрения было и у наших специалистов по консионному праву и мы назвали этих людей и мы назвали этих людей толковые люди и можно еще раз даже назвать Дмитрий назови пожалуйста потому что начиная с нашего патриарха это мужество гражданское как не называть такую фамилию как Пушкаш как не называть такую фамилию как Негру такой профессор Негру консионалист такую фамилию консионалист как Арсений такой специалист разбирающий в праве как Медриган Асмакеско да Асмакеско вообще Коля вообще красавец слов нет да об этом человеке Мишин Сергей молодой парень очень много людей есть которые высказывали и конечно никто Дмитрий Пулбурин это было бы некрасиво с моей стороны но мнение этих людей никто не считался но общество все таки внимательно прислушивались и я не знаю дошло до Венецианской комиссии то что мы говорили вот с вами в начале что на этой конференции мы приняли хорошую резолюцию не сомневаюсь мы направили мы направились что им это было не безразличным я тоже уверен что им было интересно а какое мнение ваших специалистов в этой области молдавских это их интересовало конечно интересовало потому что их интересовало все все и позиция консион потому что они ответственную вещь брали на себя и они должны были и по опыту знаю что Венецианская комиссия никогда не спешит с выводами никогда так постепенно изучает обстановку просто у нас в нашем случае сейчас не было времени они приезжают в страну конкретную скажем Молдовы или другие страны они выезжают на место беседуют с теми с другими с третьими заинтересованным в вопросе лица и потом выдают свою позицию это все в высочайшем профессионализме конечно потому что хотя еще раз повторяюсь хотя и носит рекомендательный характер тем не менее это еще те рекомендации помните давайте немного вернемся назад по избирательной системе по избирательной системе когда у нас выборы 24 февраля были по смешанной системе по анномандатному и по общенациональному списку венецианская комиссия тогда говорила что это неправильно значит надо отменять что надо вернуться к этой системе то что парламент и сделал но это было и все наши тогдашние тогдашний парламент скажем так говорил что это рекомендация мы знаем как у нас лучше и так далее и так далее и что мы получили после этого еще мы думали что как-то преднестровцев как-то привлечь это тоже важно было конечно а что в результате за кого они голосовали за Додона за тех кто обратился к конституционному суду и натворили дело да вот так поэтому поэтому и вот что значит заключение международного экспортного учреждения авторитет авторитет нижнего органа для для конкретной страны в данном случае если говорить о нашей стране оно сработало очень хорошо и нам помогло разобраться у всех этих нюансов большое спасибо вам тоже спасибо спасибо за приглашение потому что я еще раз повторяюсь надо было завершить ту передачу но она была до событий а теперь после потому что прошлую передачу у нас было многоточие а вот мы сейчас уже окончательно поставили точку на эту тему что касается соблюдения конституционного права республики Молдова большое спасибо дорогие соотечественники у нас в гостях был я бы так и сказал замечательная личность очень мужественный человек и вот здесь прозвучали имена наших вот на самом деле блистательных граждан специалистов в конституционном праве и они тут были названы несколько раз большое им всем спасибо за это что я считаю так что только тот народ достоин исторической судьбы который в трудные минуты может выдвинуть из своих рядов замечательных политиков которые способны бросить всю идеологию и заняться спасением государства и блистательных юристов и специалистов которые способны поставить это все настоящие демократические процедурные рельсы спасибо за внимание бешенолюбящий вас Виктор Иванович бросить под Yarène бешенолюбящий но и друг бешенолюбящий и cipher в основе